Радио России Мы гордимся вами. Нет сейчас важнее дела, чем боевая работа. Именно на вас сегодня держится безопасность государства. От вас зависит будущее нашей Родины и нашего многонационального народа. Убежден, что вы, как и ваши товарищи по оружию, находящиеся в зоне специальной военной операции, станете примером настоящего патриотизма и самоотверженного служения Великой России. Дагестан ждет вас. Возвращайтесь с победой. ВСФОЛДХ и не вугок и эбилебную халь. Весь западный мир ополчился против России. Понимаю, что Россия фактически единственный барьер на пути их гегемонией в мире. И поэтому осознание всех этих моментов, да, я думаю, от любого адекватного мужчину заставить ехать на фронт. Батальоналда, хейдингу кулу кабулил ругу, республикалдаса гурилгид, олабгу улкайалдаса, жидея игу бод унрагулуба борчид у базы рачаралгид. Я хотел бы, чтобы вот то, что я сейчас говорю, оно просто до всех было доведено, потому что у нас отдельные деятели опять начинают из контекста, значит, выдергивать мои тезисы, может быть, не совсем мягкие, да, но я их готов повторить в отношении тех, кто искал сакральную жертву среди наших гостей. И они неизменны в отношении этих людей. Но в большинстве своем, я еще раз говорю, что вчерашний вот этот круглый стол, он, конечно, показал, насколько у нас мнение в нашем обществе аксакалов, уважаемых людей, у которых, безусловно, огромные заслуги перед республикой, огромные заслуги перед народом, перед населением, насколько они разительно отличаются от мнения той части населения Дагестана, которые живут сегодня и которым жить завтра, послезавтра, то есть это та молодежь, которая, ну, наверное, 30 минус такого возраста, а мы должны с ними считаться. И у нас, к сожалению, я вот эти события показали, что у нас, я не могу назвать там расколом или какими-то другими эпитетами, такими как проблемами, но у нас сегодня запрос, во-первых, на сближение самого гражданского общества с властью, вот, и мы когда вот об этом говорили, если это по вертикали требуется, то есть власть должна опуститься до людей, а люди должны подняться до уровня реализации своих запросов органами власти, то у нас, я вижу, еще и другая позиция. У нас еще другая позиция, проблемная, это когда мы ориентируемся на мнение одной возрастной категории, но не слышим другую возрастную. В данном случае старшее поколение дает одну оценку, молодежь дает другую оценку. Бывают случаи, когда, наоборот, как в воскресенье, когда молодежь выбрала одну позицию, вот, и не услышала при этом старшего поколения. Хотя, вот, перебор, если мы говорим, что в этой протестной акции или в этих бесчинствах, которые произошли 29-го числа, участвовала одна молодежь. Там есть люди и достаточно старшего поколения, есть и чиновники. Я сегодня с удовлетворением воспринял информацию о том, что один такой чиновник, я даже скажу, никакого секрета в этом нет. Потому что я всегда говорю, о какой ты имеешь право работать в органах власти, если ты сам эту власть презираешь и на работе там с 9 до 18 грамотно перекладываешь бумажки, а потом предаешь то, чему ты присягнул. Так же нельзя делать? Вот у меня есть видео, да, на котором мы видим, как едет автомобиль. Едем в аэропорт, чтобы отправить назад, откуда прилетают к нам, с Израиля, чтобы они вообще туда дорогу забыли. Делаем все, чтобы они дорогу забыли. Вот этот человек какое право имеет принимать на себя такие обязательства. Едем в аэропорт, чтобы они вообще сюда дорогу забыли. Кто они? В том числе дагестанцы, которые этим рейсом прилетели? Или вообще ни в чем не повинные люди, которые не являются жителями Дагестана, аэропорт Махачкала используют как транзитный аэропорт для того, чтобы приехать в свои семьи, имеющие право на это, потому что они являются гражданами Российской Федерации. Вот он что на себя вот такую функцию принимать? Мы едем в аэропорт, чтобы они больше сюда никогда не приехали и дорогу забыли. Вот эти эпитеты вчера мои громкие, именно в отношении вот этих товарищей. Начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. Вот он может работать в органах власти? Как вы считаете? Он не позорит власть? Он не предает власть? Я дал поручение, ну, скорейшим образом его уволить. Он уже уволен из администрации этого города. И я думаю, что дальше я буду отслеживать, чтобы он больше никогда в органах власти не появился. Потому что это предатель. Потому что он, находясь в администрации, говорит одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое. Вот именно к этим людям моя непримиримая позиция. Именно к этим людям непримиримая позиция. Или к тем, которые все-таки ворвались или прорвались к автобусу, и их ничего не остановило даже присутствие в этом автобусе малолетних детей. Именно к этим людям у меня жесткие требования. Поэтому тут не надо выдергивать какие-то вещи из консекста. Если вы хотите меня цитировать, тогда цитируйте полностью. Если вы начинаете выдергивать только мои эмоции, я сошлюсь тут еще на некоторые вещи. Вынужден в том числе и сам изучать определенные истории, с которыми я во многом согласен. Вот у нас есть уважаемые всеми нами спортсмены и молодежью, и людьми старшего поколения. Вот, например, Хабиб Нурмагомедов. Он говорит, не надо ломать судьбу молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это не работает. И пора уже понятие найти и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жесть добра, что вы идете навстречу, и если это повторится, накажете более строго. Я глубоко уважаю Хабиба, лично с ним знаком, и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал тоже, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в эту ночь? Там же были и те, кто улетал, и те, кто прилетел. Всех наказывать? Нет, конечно. Но, понимаете, у нас в Дагестане сложилась такая система всепрощенчества. Вот есть жилищно-строительный кооператив. В 2018 году взял деньги у людей и не вернул их, и не выполнил обязательства. Люди, многие отдали свои последние деньги, но квартир так и не получили. И когда Сергей Алимович приезжает и начинает накрячивать, извините за слово, руководитель этой строительной компании, который не выполнил свои обязательства, и до сих пор их еще не выполняет. Жители, которые уже получили квартиры после моей накачки, они говорят, не надо этого подрядчика трогать. Он хороший, он же нам дал квартиру. Такая хорошая квартира у нас. Да, он ее дал нам на 5 лет позже, но он же все-таки ее дал. Или ситуация летняя, 36 человек погибло. 36 человек погибло. С цинизмом с определенным, какие-то люди уже на третий день, говорят, после того, как задержали владельца этого объекта, где хранилась аммиачная селитра. Он же ее хранил, она же взорвалась. Он же имеет отношение к гибели этих людей. Или нет? Он ни при чем. Виновата власть. Потому что власть не организовала проверку наличия на этом складе. Но власть во всем у нас виновата. Это уже традиционно стало для Дагестана. Во всем виновата власть. В данном случае во всем виноват. Меликов, вы посмотрите, там. Такое впечатление, что я с палестинским флагом впереди шел. Захватывайте аэропорт. Власть виновата. Оказывается, не отдельные подонки, я повторяю это слово, которые спровоцировали и вовлекли людей в беззаконие. А оказывается, виновата власть. Или, например, мы принимаем жесткие меры, пытались их притять, когда Махачкала обесточена была. Или когда в Дербенте взорвался трансформатор. Что-то больше 30 тысяч человек осталось без света на момент. Не виноват никто. Вот документы, мы не виноваты. Может быть, в том числе и нужно все-таки с двух позиций нам перестраивать общество наше. Все-таки есть закон и есть ответственность. И перед законом равны все. И я, и вы, и те, кто был в воскресенье, и те, кто неправильно подвел газ, в результате чего взорвалась квартира в Дербенте, пострадали люди, погибли маленькие дети. И те, кто на сегодняшний день неправильно подают информацию, они тоже виноваты. И давайте по степени вины каждый будет отвечать за это. И те люди, из-за действий которых два сотрудника полиции, три сотрудника полиции находятся сегодня на больничных койках, один в тяжелом состоянии, за это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки, создав проблемы Дагестану, потому что мы за счет обслуживания судов в течение суток не получили те средства от компаний, которые обслуживались на нашем аэродроме, которые могли пойти дальше на развитие этого терминала. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громил витрины. Но если вы туда зашли, извините, искать пассажиров, пролетевших с Израиля, вы зачем разгромили витрины, вытащили оттуда сувениры, воду, продукты? Или те, кто разобрал брусчатку? Для чего брусчатку разобрали? Наверное, не для того, чтобы создать условия для мягкого хождения, а, наверное, для того, чтобы бросать эти вырванные камни сотрудников полиции. А вот этот человек, это сейчас как анекдот воспринимается, который в турбину заглядывает и ищет пассажиров с Израиля, он что вообще подошел к самолету, что они по крыльями лазили? Ведь вы же летаете самолетами, вы понимаете, что существует определенное требование технической безопасности. И если там по крыльям кто-то хлопал, потом аэропорт наш Махачкалинский должен затратить деньги на то, чтобы привести в соответствие техническим требованиям это воздушное судно. Ну да, я еще раз повторяю, конечно, есть там какие-то, наверное, товарищи, которые действительно случайно туда попали. То есть двое ехали в машине, посадили третьего. Он уже и сам не рад, что он там оказался. И если он никаких противоправных действий не осуществлял, если он никак не повлиял на безопасность эксплуатации аэропорта, если он не наносил травмы сотрудникам политики, а кто говорит о том, что он будет привлечен к ответственности? Но те, кто нарушал порядок, как вот ребята здесь пишут, да, или говорят, конечно, они должны быть к ответственности привлечены. Вот я еще ссылку одну сделаю. Махмуд Магомедов, знаете, да, спортсмен наш? Да, да. Вот он говорит, мы все разделяем боль наших братьев и сестер в Палестине. Поэтому не давайте кому-то играть на наших чувствах. Я согласен. Мы сами дали кому-то играть на наших чувствах. Но у нас что? Мы настолько беспечные, мы настолько наивные, что кто угодно на наших чувствах может играть? Дайте людям вместе с правительством показать свою поддержку палестинскому народу. Махмуд, а кто они дают? И вместе с правительством, и без правительства. Я же говорил, 7 октября ни одна организация не обратилась с просьбой провести какую-то массовую акцию для того, чтобы поддержать народ Палестину. Все поддержку Палестине высказывались на площадках мечети. Я сегодня разбор полетов со своими провел, потому что ссылка на... Я согласен, что должен был Миннац эту историю промониторить. Должны были другие чиновники запросы общества поднять, Вот поэтому здесь и есть разрыв между обществом и властью. Если бы этого разрыва не было, если бы вовремя те, кто за эти направления отвечает, подсказали бы одним и дали предложение другим, мы бы, наверное, это сделали. А сейчас, оказывается, у всех запрос есть на проведение акции в поддержку Палестину. Но я не хочу здесь сказать, что если бы мы провели эту акцию, не состоялось бы вот это бесчинство. Потому что оно на самом деле было инспирировано и проводилось дирижерами совсем другими, не нашими. Ну, в общем, один из каналов, телерам-каналов, как раз и говорит о том, что у нас образовались вот эти бреши между различными слоями. Не только там во власти, но и в самом обществе. И, конечно, эти пустоты начинают заполняться. Кем заполняться? Утром Дагестана они начинают заполняться. Они начинают заполняться другими экстремистскими проповедниками. Они начинают заполняться теми, кто хочет раскачать ситуацию на основе межнациональных или межконфессиональных историй. Поэтому, конечно, в этом отношении я соглашусь с общественным мнением, которое тоже высказывается в ряде телеграм-каналов. Вот, например, республика неожиданно оказалась в центре внимания всего мира. Глава республики в эти дни находится под большим давлением. Ну, не впервой, как бы, но неприятная ситуация. И в таких кризисных условиях, будучи на эмоциях, могли быть сделаны поспешные выводы. Хотя и не должны быть они сделаны. Они не сделаны. Выводы никакие сегодня пока не сделаны. Выводы будут сделаны все тогда, когда мы досконально уже до каждой мелочи, в том числе с позиции тех, кто проводит следствие, поймем ту ситуацию, которая сложилась. А говорить о том, что у нас на сегодняшний день действительно не нужно перегибать. И невиновные не должны быть привлечены к ответственности, потому что это их еще больше озлобит. Они могут радикализироваться и найти какие-то еще способы выплеска эмоций своих. Вот эту грань мы должны удержать. Я стараюсь и удержу. Поэтому там, где из контекста выдергиваются определенные мои тезисы, может быть даже и жесткие или чрезмерно жесткие, это опять же я расстоянию как желание тех, кто не за консолидацию, а за расков. Я вполне открытый человек, вы это знаете. Я готов встречаться с кем угодно и где угодно. Но по существу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорь Негода. Корректор А.Егорь Негода. Корректор А.Егорь Негода. Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует...